Несмотря на раннее воскресное утро, десятки любителей триатлона собрались здесь, в Щучинско-Боровской курортной зоне, чтобы испытать свои силы и возможности. Сегодня здесь проходит первый Кубок Республики Казахстан по триатлону. В соревнованиях принимают участие как бывшие профессионалы, так и те, кто совсем недавно открыл для себя этот вид спорта. Федерация любительского триатлона работает в Казахстане совсем недавно, всего полтора года. Но за это время организаторы и идейные вдохновители сумели собрать под своим крылом любителей этого вида спорта и периодически проводят различные старты. Недавно президент любительской федерации возглавил и профессиональную федерацию этого вида спорта. Это популяризация такого быстро развивающегося спорта, как триатлон, массового спорта, популяризация среди наших казахстанцев. И полтора года назад мы со своими единомышленниками, которые поддержали меня, решили создать эту федерацию. За эти полтора года мы провели вот сегодня уже 14 старт по счету. Это, наверное, ни одна общественная организация в Казахстане не может похвастаться с такими показателями, отметить такие показатели. И число любителей триатлона за эти полтора года увеличилось в 4-5 раз. Спринтерская гонка состояла из 750 метров плавания, 20 километров велоэтапа и 5 километров бега. Участники испытывали свои силы в разных возрастных категориях. На старт выходили как самые молодые, так и самые возрастные спортсмены. Среди соревнующихся можно было увидеть и довольно известные лица страны. Так, известный казахстанский альпинист Максут Джумаев теперь является вице-президентом Федерации триатлона. Я хотел бы, чтобы такие старты были массовыми раз. И обязательно надо добавлять детские, потому что как было бы хорошо приехать в такое уникальное место, жемчужина Казахстана, с семьей, отдохнуть просто, чтобы дети тоже посоревновались в детском, от луни до луни. Нормально, это нормальная мировая практика. Мы ведь хотим быть лучшими, мы есть лучшие, поэтому будем работать и будем лучшими. В категории «Про» победу одержал Александр Автышко из Шимкента. В категории 40-49 лет победителем стал президент Федерации Муратхан Тахмади. Помимо медалей, победители и призеры получили подарки от организаторов и спонсоров. Я считаю, что количество участников, в которых сегодня около сотни человек участвовало, в настоящий год, я думаю, в разы увеличится. Мы будем проводить эти турниры в боробой не только спринг, в Бурабай будет Олимпийка, в Бурабай – половинка, в железной дистанции. Эти турниры будут продолжаться. В планах Федерации еще много захватывающих и интересных стартов.